ребята ну и мы начинаем сегодня первый день наших занятий все восемь дней они будут классные но вот то что вы сейчас услышите это самая такая вот заряжайка и мы сегодня с вами поговорим о том почему полезно улыбаться почему полезно смеяться и о том что состояние счастья можно натренировать вот этот вот гормон радости эндорфин он может нас присутствовать знаете гормон стресса он держится гораздо дольше чем гормон радости и когда у многих людей сделать вот среди многих людей опрос как часто они смеются то есть люди которые вообще даже не каждый день смеются и знаете в слове на библии слово радость 360 раз повторяется в разных интерпретациях и сказано будьте как дети всегда радуйтесь так вот цель йоги смеха это разбудить внутреннего ребенка у нас здесь взрослая педагогика и когда ты будешь себе вот этот внутренний потенциал то конечно же ты заряжаешься вот этим эндорфином эмоциями радости и вот состояние счастья его можно прокачать его можно натренировать и тогда ты будешь постоянно в состоянии ресурса чем бы ты ни занимался да ты будешь как солнце светить этому миру у тебя будет желание только нести радость и кто знает чем отличается смехотерапия от йога смеха терапия наверное это лечение все-таки йога смеха ну это наверное методика какая-то профилактика но вот денис денис он недавно выставил такой вот видеоролик видеоролик там где засмеялся один мужчина никто не знал там по какому поводу неважно в результате что произошло произошла реакция произошло цепочки то есть нервы нейронной связи про отзеркаливание и потом что хохотал весь вагон то есть был ли при этом какой-то анекдот не было был ли какой-то там смешной фильм кинокомедия не было просто человек смеялся и смехом заразил других это есть йога смеха знаете митя эфимов чемпион мира по смехам он уникальный конечно человек с тремя высшим образованием очень творчески все но какой-то момент произошло эмоциональное выгорание в силу там своей ситуации и когда он увидел этот ролик денис который ты выставила он видел этот ролик он заинтересовался и стал копать в россии что же такое йога смеха оказалось что россия у нас в этом это вообще еще знаете начало начал в зародочном состоянии и очень мало кто вообще в россии может сегодня как-то нормально об этом рассказать и он нашел мадам катария это человек который живет в индии врач физиолог доктор и он является основоположником именно йоги смеха и что митя сделал так он так как он не нашел здесь специалистов он махнул в индию он приехал лично с ним познакомился и получил у него вот такие знания лицензию и сегодня является человеком основоположником который вот несет это в массы организовал дом радости где я побывала прокачалась тоже и дальше не просто прокачалась я закончил у него тренерский курс но общем это все классно я понимаю как это здорово это сегодня в тренде потому что именно вот то что я выше с вами говорила о чем да то есть сегодня очень многие пережили разные волнения связи с последними вот двумя сложными годами и конечно вот йога смех она сегодня нужна всем нужно всем поэтому ребята давайте радоваться других людей а смеха терапия это когда ты специально ставишь там какие-то фильмы какие-то анекдоты при этом участвует в мозг вот йоге смеха мозг не участвует здесь участвует твой мозг и ты анализируешь смешно не смешно а там остроумная не остроумная шутка смеяться не смеяться и ты не задумываешься над техникой допустим смеха ты не следишь там как долго ты смеешься смех он имеет свою технику которую если ты прокачиваешь что это дает просто мега-мега пользу поэтому на какую же пользу дает смех ребята но первое это здоровье это здоровье и мы наверное очень часто слышали что смех продлевает жизнь что смех это это жизнь и очень многие с помощью смеха исцелились но практически от неизлечимых заболеваний кто-то излечился от онкологии наверное видели даже фильмы такие да когда человек радовался и исцелился но начнем с того что вообще когда человек смеется у него происходит выбраться внутренних органов подтягиваются внутренние органы то что сегодня очень многим особенно и женщинам полезно это конечно классно это происходит внутренний массаж подтягивается тело формируется талия да потому что когда мы смеемся на животик напрягается и наверное многие обращали внимание что у смеется так что аж пресс болит замечали наверное да то есть это классно становится более эластичные сосуды то есть это профилактика болезни номер один это какая болезнь инсульт инфаркт и поскольку когда человек смеется то он набирает много кислорода у него усиливается циркуляция то этот кислород поступает в мозг совершенно конечно происходит вот такое насыщение кислородом человек по-другому себя чувствует у него повышается творчество появляется креативность смех даже концентрирует и обнажает человеке лидерские качества и харизму это конечно круто правда смех это фейсбилдинг потому что когда человек понуром состоянии когда чаще хмурится мало улыбается то него как бы вот уголки губ у него все вот уныние это все на лице это все сползает вниз вот эти носогубки вот это все и закрепляясь на лице конечно человека старит когда человек улыбается то у него задействованы совершенно другие мышцы он прокачивает те мышцы которые у него не прокачаны он начинает выглядеть моложе то есть это еще и фейсбилдинг поскольку смех это удовольствие то смех помогает людям зависимым например люди зависимые от алкоголизма от наркомании там еще чего-то от шоколада например да то они когда начинают прокачивать себя вот в этой радости то они забывают у них нету тяги у них пропадает тяга вот кто допустим хочет похудеть он замечает что он перестает так тянуться к сладкому там к шоколадам к тортикам это конечно круто человек который зависим но от любой зависимости что такое зависимость это когда ты получаешь там кайф от чего-то но когда ты этот кайф можешь поменять на другой кайф ты переключаешься и это конечно очень классная терапия те люди которые переболели к видом да или у которых вот такие заболевания связаны с легкими им очень показано заниматься йога терапии потому что при этом увеличивается обмен легких увеличится циркуляция и даже почему йога смеха почему йога не терапия йога но потому что йога это дыхание поэтому йога терапия это про дыхание поэтому мы здесь делаем дыхательной практике здесь делаем голосовые практики и вы потом даже увидите что после этого у вас как-то вот горжу по-другому ощущаете звуки вы потом начинаете по-другому слышать голос свой слышите другим вас там что-то округляется вы как певец уже начинаете ощущать и объем воздуха каждый раз будет расти вы дольше будете протягивать те или иные звуки и это конечно круто и так вот первое это здоровье можно очень много говорить не рекомендуется только если у вас свежие там какие-то швы если у вас там угроза срыва беременности если такие 100 сметесь почувствуйте аккуратненько и следующее после здоровья стараюсь быстрее постараюсь уложиться вот в этот наш промежуток зума следующее это состояние счастья состояние радости как я уже сказала что счастье можно натренировать и это несложно и когда человек смеется образуется гормон радости эндорфин и вот почему и можно переключаться с какой-то другой зависимости это прокачка эмоционального интеллекта что такое эмоциональный интеллект это когда человек умеет управлять начинает управлять и понимать эмоции других людей управлять собственными эмоциями и вот в этом он очень хорошо прокачивается это конечно классно и следующее это мир во всем мире это сложно может быть сразу понять но это действительно так и вообще представьте себе человек счастлив может ли счастливый человек мечтать причинить кому-то зло может ли человек улыбающийся жизнерадостный доброжелательный мечтать о войне мечтать о воровстве убийства грабежах там мщение и так далее так далее но нет конечно и знаете вот чем больше будет людей которые будут нести вот этот свет вот эту вот радость мы можем ездить по всем странам мы можем просто что ли нести методику йоги смеха разным-разным людям до нести все добро что вы знаете счастье людям и делать эту планету дружнее понимая что ты что-то мирах она звонит понимая что вообще весь мир это наша планета что нету там белых черных каких-то разных что все мы братья и сестры все мы люди на одной планете и все мы рождены для счастья конечно это вот круто поэтому это еще мир во всем мире и вот доктор мадам катарио он знаете вначале занимался смехотерапией они собирались с людьми он изучал эту науку они собирались и он просил давайте там друг другу анекдоты рассказывать веселить друг друга они рассказывали смешные случаи а потом когда уже таких историй не стало анекдоты стали переходить какие-то плоские то люди стали разочаровываться и тут мадам катарио пришел домой и стал изучать про смех что же что же как же что же придумать он сказал ребята дайте мне немного времени что-то придумаем и здесь эврика он прочитал такую фразу что наш мозг не отличает искусственный смех от настоящего все вот наш мозг мы знаем что подсознание может всего то что мы говорим то мысль материализуется и он пришел искал ребята давайте посмеемся просто так без причины хотя бы минуту люди удивились ну давайте ладно и они хохотали просто минут 15 они хохотали и так произошла йога смеха там различные далее это дыхательные практики но как я уже сказала вот а вообще знаете почему он стал изучать вот именно так глубоко йогу смеха вообще пользу смеха потому что может быть кто-то слышал такую историю есть такой американский журналист норман казенец который болел практически неизлечимой болезнью он уже не мог спать без без морфия у него практически не работали руки-ноги даже пошевелить пальцем это была огромная огромная боль мучения и когда его выписали и он тоже где-то прочитал что смех это жизнь смех это здоровье и он стал смотреть веселые фильмы то есть он лежал ему больно было пошелиться но по крайней мере он мог что-то смотреть начинать улыбаться начинать смеяться и в один момент он увидел заметил что он два часа без морфия проспал впервые представляете два часа проспал без морфия и он стал усиленно тогда заниматься смеха терапии и в результате через какой-то определенный момент этот человек не только встал он скакал на лошади он играл большой теннис и когда он встретил своего врача который считал что тот уже умер потому что болезнь была практически неизлечимой то его рукопожатие было красноречивее всех слов и вот этот феномен конечно очень заинтересовал врача мадам катария из индии и вот так произошла йога смеха вот так вот вам вкратце и йога смеха для того чтобы это была полная польза то нужно знать что есть правило по которым мы можем смеяться и первое правило это мы смеемся на букву первая буква алфавита на букву а и ник чтобы не было каких-то там преткновений каких-то запятых внутри именно звук а он лучше смеется если это будет о это будет более зловещий если будет и это будет более так тоже можно поиграть с этим да ну вот мы смеемся на букву а и давайте сейчас мы с вами попробуем вот нас начинается урок йоги смеха давайте вот представим что у нас мешочек со смехом да он смешной и смеемся на букву а и хорошо 2 3 сразу вам скажу хорошо время сейчас экономим второе правило это мы широко открываем рот вот некоторых вот это вот зажатость они так как-то смеются и рот не могут открыть все кто сколько может что может четыре пальца у меня три получаются открываем рот и третье правило это мы смеемся громко то есть открываем рот широко и смеемся громко когда вот так движение сделаем и на смеечку рот закрыли 34 поехали давайте считал очка так международно классно хорошо хорошо да новый день итак четыре правила вспоминаем на букву а смеемся второе подсказывать широко рот широко рот дальше громко громко да смеемся громко обязательно кто знает дальше еще какие правила те кто уже были на занятии до конца выдыхаем ребята давайте сделаем упражнение значит чем полезно йога для людей с проблемами дыхания то есть увеличится объем объем легких больше заходит хорошего воздуха и мы выкашлим все не нужно то есть у кого-то будет выходить мокрота кого-то слизь сплевывайте кому нужно водить а пейте но вы обратите внимание что вы вот сейчас будете откашливаться и потом то же самое будет у вас такой же и при смехе когда мы до конца на одном дыхании это делаем давайте пока поупражняемся на откашливание до конца насколько можете приготовились откашлимся до конца сколько можете еще теперь переходим в смех смеемся голова закружилась классно это пошел кислород кто-то чувствует головокружение кто-то чувствует зевоту идет то есть насыщение организм просит больше вдоха кислорода и сейчас мы смеемся так до конца выдыхая чтобы у нас живот прилип позвоночнику хорошо вот прям до конца и так набираем полный живот в воздух и они приготовились и смеемся до конца до конца до конца прям аж вот ну-ка а ну-ка а мы хотим, чтобы у нас МЕК был вот прям классный, заразительный, используем пять правил. И пятое правило – это тело в дело. То есть, ну, то ли вот так будет человек смятый, то ли он прям вот спьется вот прям от всей души. Сами себя давайте, заряжайте. И приготовить тело в дело. Можно встать, как хотите. Очень много запрещено. Сделали вдох, выдох через рот. Я в потоке. Вдох, я в рот. Вдыхаем все ароматы морского бриза. Выдох, я в потоке. Еще раз. Вдох, лебедя такой прогнули. Вдыхаем сирень, жазмина, кац, розы. Выдох, я в потоке. Лариса, мы правила прослушали, нас выбило. Лариса. Пять правил. Пять правил. Да, мы просмеемся на букву А. Второе. Смеемся широко, открыв рот. Третье. Смеемся громко. Кетвертое. Смеемся до конца. Когда уже прям вот наш шепот приходит. До конца. И пятое. Дело в дело. Смеемся так, чтобы в этот раз никто не мог стоять. Давай вместе смеяться. Да, вот так и пятое. И сейчас у нас будет с вами дыхательная практика. Ну, так как йога, это про дыхание. И мы сейчас будем с вами пропивать звук А. Набираем. Сейчас обращаем внимание на дыхание наше. Набираем мы воздуха в живот. Мужчинам легче, женщины привыкли дышать грудью. Те, кто певцы, те, кто занимаются дыхательной практикой, импострельниковой. Они знают, что дышать нужно животом. Когда увеличивается вот объем воздуха. Можно набрать вдох в живот, а потом еще добрать в легкие. Итак, положили руку. Можно отключить микрофон. Сейчас, сейчас. Нет. И как надувной шарик. Рука должна почувствовать, что живот надувается. Итак, вдох и букву А пропиваем. А. 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 Получилось? У кого собачка не лает, можете, у кого только слышно, если бас будет, включайте микрофоны. Получилось? Ну да. Звук О пропеваю. Приготовились. Можно глазки закрыть. Можно вот концентрироваться вот на серединку межбровя. Глазки закрыли. И вдох. Животик. Руки на живот. Вдох. Дыхаем. Вдох. Молодцы. Супер. До конца, до конца выдыхаем. А. О. У. Теперь. Приготовились. И. А, О, У. Дальше. Э. Приготовились. Итак, набираем живот и грудь можем потом добрать. Приготовились. Вдох. Вдох. Э. 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 Молодцы. И. Звук И. Приготовились. И чувствуйте у вас. И чувствуйте, что резонаторы у вас работали. Старайтесь слушать себя. Слушать свой звук. Приготовились звук И. Э. Молодцы. И, теперь звук М. М. Как хотите, но как-то привычный ум, да? И вот когда вы звук «М» поете, согласны, постарайтесь, чтобы вы прочувствовали, чтобы у вас открылись клапаны и респаторы, чтобы вот щепотно было здесь, носогубка, носик. Вот постарайтесь это прослушать. Я здесь. Кто у нас, кстати, на море находится, вы прям можете утром приходить и делать вот такую дыхательную практику перед плаванием. Вот очень смеяться можно громко. Если вам мешают, можете в душ заходить, выходить куда-то на природу, с детьми смеяться. А вот дети там, пожалуйста, отключите микрофон. Вот там ребенок. И следующее – это звук «Я». Вот себе любимому, да, все начинается с меня. Мы как капелька в океане, и мы несем мир добром, мы несем радость, счастье, и мы заряжаемся вокруг. Не полюбишь себя, не полюбишь других, да? Возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому с буквой «Я», с любовью, признательностью к себе, каждый из нас, Божье творение, создание, и это классно. Поэтому во славу Божию вот себя давайте звук «Я» прокачаем. И я лидер, я классный, я суперский, я сотворец. Приготовились и… Я… 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 Хорошо. Хорошо. Давайте теперь пропоем, ну, для всех нас любимых. Хорошо? Вот представим, что мы друг другу руки на плечи положили, сказали, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Можете представить своих родных, близких, детей, всех, кого вы хотите обнять, всех своих коллег, друзей. И руки на плечи друг другу, и для друг друга поём. И… Я… Я… с благодарностью, с радостью мы посылаем в этот мир добро, чтобы везде было взаимопонимание, чтобы было мирное небо, чтобы люди друг другу только улыбались. Приготовились и... Я... 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 Там выдыхаем, пока у нас живот не прилип к позвоночнику, да? Сколько можем. Так. Я какие-то глотки уходя, взевать начинаю. Отлично. Вот взевать начинаете. Как я уже говорила, это нехватка кислорода. Кислород поступает в мозг, то есть больше насыщается. Но это классно. Это профилактика кстати, деменции. То есть, когда человек начинает заниматься йога-терапией, у него и память улучшается, потому что улучшается кровообращение. Деменция, наверное, кто-то знает, да? Что это потеря памяти. И сегодня такая болезнь, она, кстати, молодеет. Поэтому... Кстати, давайте немножко тоже от деменции. И приготовились. Показываем два пальца и указательные. Вот на двух руках. Приготовились. Показали. Теперь сменили. 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 Получается? Вот домашнее упражнение. Да, вот домашнее упражнение. У меня тоже средний получается. Вот такой еще. Приготовились. Вот кулачок и рука развернута. Поменяли. Раз, два. Вот дома потренируйтесь. Тренируйтесь. Сначала медленно, потом это будет уже быстрее. Потом другие еще упражнения покажу. Хорошо. Ну, а теперь давайте выпьем коктейль радости, ментальный коктейль. Мы все знаем, что когда мы намешиваем коктейли фруктовое, ягодное, да, это классно, это полезно для нашего физического тела. Но для нашего ментального тела мы сейчас выпьем вот такой коктейль радуги, коктейль счастья. Итак, приготовились. Наливаем в один коктейль вот у нас радуга счастья в один бокал. Другой бокал вот представляете, что вы сюда набираете, все, что вы себе и другим желаете. Счастье, радость, помогайте, успех, победа, здоровье, изобилие, процветание, благополучие, любовь. Все, а теперь начинаем делать зарядку, наклоняясь в бок и смешиваете коктейли на четыре счета. Прогинаемся и теперь размешиваем наш коктейль и пьемся и пьем его. и давайте теперь большой бочонок возьмем туда все, намешаем большой бочонок все туда и радуга, счастья, и любовь, и благополучие, изобилие, процветание, здоровье и размешиваем и на друг друга. Делимся, вы на себя душ такой сделали. Ну, классно, классно. А теперь давайте из шкафа будем доставать разные эмоции. У нас разные эмоции бывают. Знаете, психологи говорят, что нужно выплакать эмоции или бить в подушку. Что еще говорят? Выплакать, бить в подушку, проплакать, что-то еще, прокричать. В йоге смеха говорят высмеять. То есть любые наши проблемы, мы их высмеем, чтобы они от нас бежали в непонимании и в страхе. Поэтому давайте мы сейчас берем из шкафа какую-то эмоцию, не знаем, какую, надеваем на нее, на себя. Это печалька. Поплакали, поплакали и выкинули ее. И летела от нас печалька. Далеко из тебя не осталось. Давайте другую эмоцию берем, надеваем на себя эмоцию. А это злость. Злой такой, злой, страшный, серый волк. Снимаем там дунью. Не будем мы злыми, а мы будем веселыми. Мы будем такими вот солнечными, жизнерадостными. Берем другую, другую. А это кто мне скажет? Давайте еще. Что, а дели мы? Страх. О, страх. Ой, чего мы боимся? А мы боимся тараганной сказки Корнея Чуковского. Надо идти навстречу страхам. Снимаем его. И все вот эти вот осколки от всех этих страхов, да, вот все это в один ком слепили. И от себя выкидываем. Все, без остатка, выкинули. Ну и нафиг. И теперь одеваем следующую маску. А это маска веселого, оптимиста, позитивного человека. И начинаем смеяться. СООБЩЕНИЕ СМЕХ. СИТЕЛЬНЫЙ СМЕХ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Классно работать, когда ты вообще в зале физически И в августе месяц, ребята, приглашаю всех в якорную щель Мы можем любой отрезок августа взять Здесь недорого можно снять квартиры И мы будем делать практикум вот такой прямо на берегу моря Ура! Всем расскажу, кто интересуется, пишите в личку Всем расскажу и по стоимости все Но это вот, это суперски будет, вы не пожалеете Поэтому... Знаете, сколько мы наберемся сейчас в себя энергии, радости, позитива Вот надышимся морским бризом Мы будем наблюдать морские закаты Радоваться, смеяться Вот эта энергия потом нас будет нести весь год С сентября, понятно, уже дети, школы, там все И вот можно сказать, что год начинается с сентября И вот все, что мы за лето себя насытим И тут и фрукты, и овощи продаются Вот все физически, энергично, энергически Вот во всех ресурсах прокачаемся И целый год потом будем вот такие вот энергайзеры Классно? Поэтому кто за лето? Пожалуйста, да Следующее упражнение – электрошокер Итак, мы сейчас закроем глаза И вот представим, что электрошокер у нас, вот пальцы И как только мы коснемся, нас ударит током То есть нужно с закрытыми глазами коснуться пальчиками И смеяться Приготовились и поехали Я промахнулась Я опять промахнулась Еще раз приготовились Я вот так придумала А теперь друг к другу Ну-ка пальчиками на экран Ребята, а теперь бегаем и друг друга обнимаем Хотя мы перед экранами Но все равно Побежали, кого поймали, того обняли Побежали, побежали Я Марину Шокину Обняла Бегай, 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 бегай Девочка обняла Побежали, побежали Побежали, побежали Диму обняла А теперь мы большую-большую обнимашку, ребята Все в круг И все друг друга обняли Обняли, как мы себе на шар обнимали Друг другу в глазки посмотрели Вы такие классные Я от вас зарядилась Я вам очень-очень признательна Я вас люблю Я хочу и дальше вместе с вами расти Прокачиваться Обучаться у вас